Добрый вечер, Гомель! Сегодня поговорим о театре, любительском. Свыше 360 любительских театральных коллективов работает в нашей области. Это данные на начало 2020 года. По мнению обывателя, для того, чтобы играть на любительской сцене, не нужно получать актерское образование, проходить какие-то отборы. Ведь студии, театральные студии принимают всех желающих, это с одной стороны. А с другой, опять же, по мнению тех же обывателей, претендовать на громкую популярность и узнаваемость любительские театральные коллективы не могут. Так ли это? Попробуем найти ответы на эти вопросы. Еще поинтересуемся, как театры для души вписываются в культурную палитру нашего региона, каким образом обмениваются опытом и какие радости и трудности испытывают. Ну что ж, знакомимся с гостями программы. Александр Маськов, художественный руководитель народного любительского коллектива молодежного театра «Легион», дворца культуры, открытого акционерного общества «Мозырьский нефтеперерабатывающий завод». Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Вашему вниманию, дорогие друзья, визитная карточка коллектива. Народный любительский коллектив «Молодежный театр «Легион». Год оставания – 2001. Первая премьера состоялась в начале 2002 года. Актеры театра – креативные и талантливые молодые люди в возрасте 25-40 лет. Репертуар театра – в основном авторские пьесы, искрометные комедии для взрослых, философские драмы, яркие музыкальные детские сказки, принадлежащие перу художественного руководителя коллектива Александра Маськова, а также спектакли по пьесам других авторов. Театр «Легион» – обладатель многочисленных наград, дипломов, званий региональных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов любительских театров. Александр, что в нескольких словах Вы хотели бы добавить к этой визитной карточке? – Сложно что-то добавить, хорошая такая получилась визитка, я не ожидал, как у Вас так получилось, прям все в точку, все верно, да, это действительно все про нас. – Ну, у нас ближайший час для того, чтобы Вы добавляли, рассказывали, раскрывали секреты. – Да, давайте позже мы все добавим позже. – Договорились, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях прекрасная Елена. Елена Фролова – руководитель Народного театра студии «Классик», Дворца культуры железнодорожников имени Владимировича Ленина. Елена, добрый вечер. – Добрый вечер. Коротко о театре студии «Классик» в нашей визитной карточке. Народный театр студии «Классик» начал работу 6 лет тому назад на базе Народного театра музыкальных ассоциаций. В театре занимаются люди разных профессий и возраста от 16 до 60, но непременно талантливые. Источником формирования репертуара коллектива являются периодические издания, сборники пьес и сценариев. В концертные программы и спектакли театра студии включаются инсценировки и пантомимы, клоунадо, поэтические произведения, постановки по классическим произведениям. Участники коллектива являются победителями многочисленных районных, городских, областных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов. Коллектив ведет активную театральную деятельность. Лена, все ли верно сказано в визитке и на чем хотелось бы вам заострить внимание телезрителей? В визитке сказано все, конечно же, верно. Единственное, если позволите, я хотела бы вот что дополнить. Дело в том, что нашему коллективу, да, 6 лет, но история театра, дворца, культуры, железнодорожников, ей свыше 100 лет. 1918 год можно считать началом организации не только дворца, но и театра. То есть все начиналось с театра. Театр рабочей молодежи, трамп. Я могу говорить об этом бесконечно. 1918 год. 1918 год. Вот дворцу железнодорожников будет 100 лет, а театру чуть больше. То есть все начиналось еще в деревянном бараке, еще не было нормального здания, а театр уже существовал. И первая пьеса, которую поставили, к сожалению, никто не знает драматурга, но она называлась «Батраки». А название осталось? Название осталось, потому что осталась небольшая афиша. И первым режиссером был Замовский. Дальше уже режиссеры менялись, вплоть до того, что в 1932 году в театр рабочей молодежи пришел Мирович. Сам Мирович, если вы знаете, основатель нашего первого белорусского театра. Спасибо. Интереснейшая информация. Начнем с того, что такое любительский театр. Это игра для души? Да, это игра для души. Здесь без вариантов. Люди приходят в коллектив после работы, после учебы и занимаются тем, чем им хочется заниматься по зову сердца, по зову души. Они не получают за это денег. Они не ездят на гастроли. Они не купаются в лучах славы, как это бывает у профессионалов. Но они свою творческую энергию приносят вечером после работы, я подчеркиваю, после учебы и отрабатывают по-честному свою трехчасовую репетицию для того, чтобы не часто, но все-таки играть в спектакли. Это очень здорово, Лена. Можно сказать больше. Вот смотрите, ответ на этот вопрос кроется в самом слове любительский. То есть это игра по любви. Люди приходят в театр по любви. И пока они любят театр, они там находятся. Когда они перестают его любить, ну, к сожалению, они уходят. Но в основном они остаются до последнего, что называется, остаются. Игра по любви, игра по зову сердца, игра для души. Как красиво, как здорово. Хорошо. Но все же, для чего люди приходят в любительский театр? Я имею в виду потенциальных актеров. Ну, варианты предложу. Просто заявить о себе. Возможно, сделать свои первые шаги навстречу профессиональной актерской деятельности. А возможно, есть какие-то еще варианты. Пожалуйста. У каждого, понимаете, у каждого человека своя мысль, почему он туда приходит. Но с вами же делятся, как с руководителями. Я сейчас попытаюсь объяснить. Вот смотрите, некоторые ребята приходят для того, чтобы попробовать себя в любительском театре. И потом учиться именно мастерству актера, да, поступать. 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 Школьники для этого приходят, да. Школьники с такими целями. У меня таких достаточно ребят, которые... Мы были трамплином, и они пошли дальше. То есть есть примеры. Конечно. Но они все равно остаются нашими, да, моими детьми, как я их называю. Они все равно вложили какой-то кусочек своего сердца, своей души, да, в наш коллектив. Есть такие, есть, которые приходят громко о себе заявить. Вот меня нигде не понимают, на работе не понимают. Родители. Дома не понимают. Родители не понимают. Вот сейчас приду и как заявлю. Ну, некоторые, конечно, да, приходят ради этого, чтобы вот так вот заявить. А кто-то приходит из-за того, что дома-то одиноко, да, вот это пенсионеры. И чтобы как-то разукрасить свою жизнь, сделать ее ярче. Вот у каждого... А, остались варианты, да. Есть еще одна категория людей, да, я вам расскажу про нее. Есть люди, которые не приходят, которых я, например, привожу. То есть, работая во Дворце культуры нефтеперерабатывающего завода, у нас так или иначе, да, вращается огромное количество людей. Приходит мероприятие, уйма, да. И я встречаюсь по долгу службы с талантливыми ребятами разного возраста, абсолютно разного. И вот смотришь так, да, помогаешь, там, например, готовится, скажем, день медработника, да. Вот. И помогите, пожалуйста, вот девочка из ТУП-диспансера, помогите визиточку сделать. Говорю, иди, девочка, помогу сделать визитку. А смотрю, девочка настолько талантлива, что она с первого моего слова, она делает все, то есть, любую режиссерскую задачу. Говорю, девочка, а ты не хочешь в коллективе попробоваться в театральном? А что, можно? Можно. То есть, есть такие, которые еще и не знают. Когда приходить, да, когда приходить, я говорю, завтра, хорошо. И девочка, сейчас у нас ведущая актриса, это я вам привел примеры жизни. Да, и таких у нас тоже были люди, приходили, уходили, то есть, я приглашал. Они не знали, что в них спрятан огромный потенциал. У кого-то больше, у кого-то меньше, да. Но когда они попробовали, когда они вкусили, вот эта девочка, которая была медработником, да, она приехала с нами на фестиваль. Первый раз она вышла на сцену. Был дебют, абсолютный дебют, театральный дебют. Она получила грамоту на фестивале за женскую роль, не то второго плана, в общем, второго плана. Да, вот так это звучало. Когда я сказал жюри, что девочка первый раз на сцене, они мне не поверили. Вот так человек попал в любительский коллектив. Его пригласили. Знаете, Александр, у меня еще один вопрос. А люди приходят попробовать себя в качестве актеров? Или есть такие, которые говорят, заявляют, Я хотел бы попробовать себя в качестве режиссера, а может быть, даже и сценариста. Такие случаи бывают? Сценаристов видел на своем веку. Да, хватает. Да, к сожалению, не все то, что предлагается, можно ставить. Приходится прилопачивать. Да, 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 совершенно верно. В основном, конечно же, люди хотят реализовать себя как актеры. То есть я боюсь предположить, но мне очень кажется, может быть, вот Елена не даст соврать, что в душе каждый человек, почти каждый, где-то, может быть, в тайне считает себя актером. Но не все могут об этом заявить. Да, да, да. Не все, ну, кто-то постесняется, понимаете, кто-то побоится. Но актером может считать себя каждый. И вот тот, кто не побоялся, не постеснялся, пришел и сказал, а я хотел бы попробовать. А ну, давай, на тебе текст, давай, читай, пошли на площадку. А можете ли вы сказать, что каждому в жизни нужно попробовать себя в качестве актера? Конечно, конечно. Налегу ли ты сказать? Почему? Каждый человек талантливый, каждый. Не бывает неталантливых людей, но их просто не бывает, они рождаются изначально талантливыми. Просто потом, ввиду каких-то обстоятельств, может быть, родители не верили, может быть, муж сказал, что это ненужно, или жена, там, это глупости, все, но они все талантливые. И нужно дать им возможность, вот, действительно, за руку привести и посмотреть, посмотри, какой ты талантливый, и дать им возможность раскрыться. У меня некоторые ребята приходят, ну, мы тут у вас-то просто потанцуем, мы как бы не артисты, мы просто потанцуем. Я говорю, ну, потанцуйте. Они немножечко потанцуют, а потом я говорю, послушайте, ну, вы потанцевали, потанцуйте превосходно, мне помочь надо. Не-не-не-не, мы на сцену не пойдем, мы не будем текст, мы боимся. Ну, тут немножко помочь. И так, предложение за предложением. Приходится на хитрость. На хитрость. И такие большие артисты вырастают, поверьте мне. Вот они сами не понимают, какие они талантливые, а потом смотрят на себя со стороны и говорят, угу. Хорошо. Что это дает вот тем потенциальным актерам? Что даст человеку возможность выразить себя на сцене? Удачно или неудачно? Помимо того, что... Почему этот человек точно не проиграет в данной ситуации? Но я думаю, что помимо того, что он получит порцию вот той энергии из зала, собственно, ради которой все артисты, да, и выходят на эту сцену, на любительскую, вот, вот, обмениваться вот этими токами, вот этими флюидами с публикой, да, это же высшая, скажем так, вершина того удовольствия, которое может получить актер. Вот эти аплодисменты, когда публика в конце спектакля встает и аплодирует, вот, сравнить это очень сложно с каким-то еще удовольствием. На самом деле, очень сложно. Это я сейчас не преувеличиваю. Это действительно так. И это без всякой иронии говорю. Вот, то есть актер получает это. Да, помимо этого, есть более простые, более приземленные, что называется, вещи. Возможность в жизни, в обычной, в повседневной жизни, больше, скажем, или не больше, лучше, спокойнее, да, увереннее коммуницировать, например, да, общаться с людьми, общаться с теми, кого раньше, может быть, побаивался, где-то был зажат. Это касаемо, например... Да, театр снимает зажимы. Зажим, конечно. Это касается людей, которые обычно боялись каких-то очередей, докторов, каких-то чиновников, важных людей в окошечках, касс, не знающих чего-нибудь. У многих это пропадает со временем. Они обретают уверенность. И это помогает в повседневной жизни. В любом случае, это важный жизненный опыт. А вот о том, для чего нужен любительский театр, сказано много. И театральными критиками, и режиссерами, и даже историками. Вот интересно, а как на этот вопрос ответит актер, который сыграл более 150 ролей на театральной сцене, который снимался в сериалах? Алексей Михайлович Бычков, помимо основной деятельности, в качестве режиссера работает над спектаклями, роли в которых исполняют осужденные Гомельской исправительной колонии. Алексей Михайлович, вы с нами на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно нам приветствовать вас. Мы сегодня говорим о том, для чего нужен любительский театр, какова его роль в формировании культуры в целом. Скажите, пожалуйста, что дает женщинам, которые отбывают наказание, обучение актерскому мастерству и игра в спектаклях? Ну, вы поняли. Что дает? Дает глоток свободы. Вы же понимаете, этот проект, который я веду уже 15 лет, проект «Театр в тюрьме», он особенный, он имеет свою специфику. Дело в том, что женщины, которые отбывают наказание, они наказаны лишением свободы. Понимаете? И вот для меня лично очень важно дать им этот глоток свободы. Сейчас, в условиях тех, каких они находятся, вот этот глоток. Действительно, они сами, как бы много-много через мои руки уже прошло, более 100 человек выпустились, как бы, да? Да. И они сами признаются, что вот для них это действительно отдушина, когда они приходят на репетицию. Они попадают в другой совершенно мир. Им для меня очень важно создать атмосферу на репетициях особенно. Чтобы, да, чтобы они чувствовали себя раскованно. Мне они важны как личности, а не как осужденные, не как преступники. Я поняла. Алексей Михайлович, скажите, пожалуйста, а могли ли вы 15 лет назад подумать о том, что этот проект так надолго, надолго, жизнь его будет такой долгой? Да, да, нет. Конечно, никто даже предположить не мог. Никто не мог предположить. Когда, это шведский, белорусский проект изначально, когда шведы нам это предложили, они предложили в двух городах на Украине, у нас несколько городов, и только в Бомеле он прижился и живет вот уже так долго. Алексей Михайлович, а сколько за эти 15 лет было поставлено спектаклей? 13 спектаклей. 13 спектаклей было поставлено почти в год по спектаклю. Но так не случилось. Ну, в силу разных обстоятельств не выпустился там в один... Ну, это не суть, не важно. Конечно. Ну, да, и каждый, в общем, спектакль для нас был экспериментом. Для меня, прежде всего, экспериментом. Потому что в основном даже трагедии, драмы, трагедии, но один раз даже умудрились сыграть комедию. Комедию. С привлечением мужчин, сотрудников колонии. Да, это была комедия. И сейчас, в данный момент, мы работаем над комедией. Есть у нас время сказать об этом, да? Ну, конечно. Буквально минуточку. Скажите об этом. И когда предполагается премьера? Ой. Значит, это мы взяли в работу пьесу Кальдерона, испанского драматурга, пьесу Плаща и Шпаги. Так. С любовью не шутят. Это комедия. Пулевая такая комедия. Но вы понимаете, мой принцип, мой принцип. Женщины не должны играть мужчин. Не должны. Но сейчас, в данный момент, я как бы взял особую форму, масочную форму. Форму масок. И женщины как бы откровенно будут переодеваться в мужчин. Мы об этом заявим. Это прием такой. Прием постановочный. И они как бы мужчин будут играть. Когда премьера сказать довольно трудно. Потому что, знаете, вот с нашими... Сейчас пока работаем, работаем ритмично. Все нормально у нас. Но никто не застрахован, вы же понимаете. Да, понятно. Никто не застрахован. Как много. Нужно же отточить все детали. Верно. Алексей Михайлович, благодарим вас за эту беседу. Было очень интересно. Успехов в вашему нелегкому делу. Спасибо. Достижения новых творческих вершин. Всего хорошего. Доброго вечера. Вот такой телефонный звонок случился нашим телезрителям. Напомню, что с нами на связи был Алексей Михайлович Бычков. Актер, режиссер Гомельского областного драматического театра. Друзья, говорим мы сегодня о любительских театрах. У нас в гостях Александр Майсков, художный руководитель Народного любительского коллектива молодежного театра «Легион Дворца культуры», открытого акционерного общества «Мозырьский нефтеперерабатывающий завод» и Елена Фролова, руководитель Народного театра студии «Классик» Дворца культуры железнодорожников имени Владимира Ильича Ленина. Как, по-вашему, какова роль театра для души в процессе формирования развития театра и культуры в целом? Вот смотрите, был ли профессиональный театр изначально? Что было сразу? Любительский или профессиональный? Конечно же... Наверняка профессионалы выросли из любительского. Любительского. И это я могу еще раз вам сказать по истории нашего дворца. Сначала был любительский коллектив, и драматического театра на тот момент не существовало. Гомельского областного драматического. Гомельского, да. Не существовало. Был только Трамп при Дворце культуры железнодорожников. Позже было отделение, и уже организовался драматический, Гомельский драматический театр. То же самое с кукольным произошло. Сначала у нас был кукольный театр при Дворце, и потом уже после войны уже произошло отделение. И так дальше, и так далее. Поэтому сказать, что было в начале, яйцо или курица, я думаю, что в начале был любительский театр. Поэтому, конечно же, огромную роль он сыграл на формировании профессиональных театров. Потому что, и смотрите, много артистов, которые выходят из любительских театров. Особенно много деток, которые вырастают, да, и потом становятся большими. А есть такие примеры, когда взрослые, уже взрослые, придя в любительский театр, попробовав себя на любительской сцене, ну, возможно, получали какое-то второе образование. Да. Есть такие случаи? Есть такие. У нас нет, но очевидно, что где-то они должны быть. Есть, да. У нас, когда я жила в Жлобине, у Тамары Павловны, был такой молодой человек, Паша, и он пришел достаточно зрелым. И волей судьбы его забросило в Молодечно. И он там при театре сыграл пару ролей. Ему сказали, ну, если бы у тебя было образование, и он получает образование и становится профессиональным актером. Вот есть мнение, что нельзя, никак нельзя сравнивать любительский театр и профессиональный театр, в принципе, якобы они имеют абсолютно разные цели, абсолютно разные задачи преследуют. Как вы думаете? У нас как пишут, прошу прощения. Так и есть? В книгах, да? Нет. Нет, не так. В книгах пишут, да, написано, любительский театр, во главе любительского театра стоит человек, его творческий рост, да, как бы, во главе профессионального театра стоит итогом его спектакль. Но, извините, у любительского театра ведь тоже итогом его творчества является, наверное, спектакль, выпуск какого-то спектакля. И если рассуждать таким образом, что в драматическом театре спектакль главное, а человек нет, то я знаю многих актеров нашей драмы, когда они вроде бы аплодисменты получили, а выходят недовольны. Вот, казалось бы, чего недовольны? Спектакль состоялся, а он недоволен, следовательно, нет для него какого-то определенного роста, он хочет чего-то большего. Поэтому я думаю, что оба нельзя таким образом говорить, что это одно, а это другое. А вас обижает вообще, Александр, вот когда сравнивают, например, «Религион» с профессиональным театром? Вы знаете, сравнивают, нет, не обижают, потому что я покажусь, наверное, не скромным. А покажите не скромным. Сравнения иногда бывают в нашу пользу. Вот в чем дело. Я беру конкретно город Мозырь сейчас. То есть у нас есть профессиональный театр, есть наш любительский. То есть я далек от мысли, что кто-то из моих актеров переиграет профессионалов нашего драмтеатра. У меня есть талантливые, очень талантливые ребята и, скажем, не хуже второго состава, например, да? Но, конечно, профессионалов они не переиграют. В чем разница при всем том, что цели у театра профессионального и любительского, в общем-то, одни. Мы же должны делать людей чуточку светлее, да? Чуточку, не знаю, подобрать... Адухотворение. Правильнее, что ли, одухотворение. Человек должен выходить со спектакля просветленным. Он должен, если это драма, задумавшимся, вот каким. Если это драма, он должен очистить слезами часть души своей. Если это комедия, он должен получить заряд хорошего настроения на неделю, на две вперед. Цели у театров одинаковые. А мы отличаемся в другом. У профессионального театра спектакли, ну, практически ежедневно, да, условно говоря. У них репетиции с утра, вечером спектакли. У нас не так. Мы же собираемся на репетиции вечером. У нас наши есть три часа, мы отработали. Мы же играем редко. Редко, но, что называется, метко. И для нас каждый спектакль – это событие. У нас нет халтуры, это праздник. Когда я придумывал название своему коллективу, я не просто руководствовался своей любовью к истории античной, да, и древнего Рима в частности. Я понимал, что мы, артисты самодеятельного коллектива, который вот у меня начинал собираться, мы будем выходить на сцену, вот как на последний бой. Мы должны отдаться полностью зрителю, вот, полностью своей роли. И, как Раневская говорила, не сыграть, но прожить. Прожить. Прожить на сцене. И у нас, именно у любительских коллективов, вот, практически всегда так и получается. Мы живем на сцене. Мы не играем. И мы выходим с мокрой спиной. У нас нет проходных спектаклей. Возможно, что отличие наше от профессионального театра в том, что у них есть определенное, я не буду утверждать, я так думаю, я могу ошибаться. Есть определенная часть, что называется, ну, рутины, которая, может быть, им неинтересна. Вот Елена говорит, что вышел актер профессиональный, он не очень доволен. Я допускаю, что да. Вот, мы после, мы любители, после спектакля «Выходя», мы всегда, нет, мы довольны тем, что мы будем разбирать, конечно, мы будем искать. Мы радуемся тому, что произошло. Да, мы работу над ошибками сделаем, но само событие, да, случилось, мы отдали все, что могли. Мы выложились полностью. Мы, когда стоим перед зрителем, когда зал нам аплодирует, нам не стыдно никому, потому что мы сделали все, что могли. Аплодируют они периодически, вот смотришь, да, люди встают, и там не по традиции. Нельзя ведь заставить человека, если ему не понравилось, подняться и аплодировать, да. Это неподдельная радость, неподдельный восторг с той стороны зрительного зала, с той стороны сцены, что называется. Если, всегда говорю своим актерам, если вы отсюда взяли, туда послали, потом оттуда придет больше. Вернется. Больше. Да, да, конечно. И я никогда не забуду, особенно это чувствуется на улице, когда ты уличный спектакль играешь. Сначала мало людей, один, два, три, ты дальше продолжаешь играть, неважно, сколько, а потом, когда заканчиваешь, поднимаешь глаза, и ты видишь, вокруг тебя такое количество народа, а не просто дождь, неважно что, потому что мы играем в любую погоду. Когда я вижу крики «Браво», я смотрю на ребята, ребята мои плачут. Вот это действительно дорогого стоит. Вот ради этого стоит ходить в театр. Благодарю. Хитро поставили бы вопрос. Но? Мне кажется, любой театр, самодеятельный ли, профессиональный ли, да, ну не для всех, не для всех. Я вынужден это констатировать, может быть, все-таки больше с сожалением. Не знаю, мы с Еленой вот сейчас до эфира общались и говорили о том, что мало читает молодежь, мало ходит в театр. Плохо ли это, хорошо ли? Я в том же интервью говорил, что, возможно, те, кто читает, кто мыслит и хочет мыслить, придет его время, он пойдет в театр. Его не нужно тащить за ухо, я имею в виду школьников, студентов. Если ему этого не дано, если он любит только ТикТок или смотреть Ютуб, то, конечно, в театре его не затащишь. И ничего страшного, наверное, нет, не нужно. Ничего страшного в том нет, если он и вовсе в течение жизни не придет. Жаль, конечно. Но, с другой стороны, театр всегда, во все времена был элитным искусством. То есть всегда были какие-то, я условно говорю, да, скоморохи, потом появился синематограф, да, вот, и был театр. Вот, поэтому в этом плане ничего сверхъестественного я не сказал. Я ничего не придумал и не изобрел колеса. Вот, и проводником ли и сможет ли, наверное, да, потому что если люди к нам ходят, а люди к нам ходят, вот, мы их так или иначе, хотят они этого или нет, мы их приучаем к театральному искусству. Мы заставляем их быть чуточку добрее, да, чуточку правильнее в этой жизни, чуточку по-другому смотреть на кое-какие вещи, явления. Вот, и мы проводники, ну, наверное, да. А еще мне кажется, что мы заставляем людей читать, даже загуглить что-то, потому что я наблюдала, сама заканчивается спектакль, люди выходят и что-то ищут. Я подхожу, говорю, а что ищем? Кто такая Эмма Бавари? Я говорю, ну, прочтите. И они начинают читать, они начинают искать, читать. То есть это толчок к поиску информации. И это хорошо. Потому что многие не знают, кто такая Эмма Бавари, кто такая Анна Каренина, то есть, ну, не знают. Ну, к сожалению. Смотрите, в начале программы я сказала, что 360 любительских театральных коллективов в Гомельской области данные на начало 2020 года. Но вы ведь не знаете, где, в каких районах, в каких учреждениях есть любительские коллективы, правильно? Всех точно не знают. Всех точно не знают. Всех не знают, да. Между собой знакомы лишь некоторые, так? А ведь как важно обменяться опытом. Смотрите, у профессиональных театров есть возможность выехать на обменные гастроли. А как обмениваются опытом любители? Как это происходит? Фестивали, конкурсы. Фестивали в первую очередь. У нас есть дорожный фестиваль, Брестская осень, да, мы туда, раньше было раз в год, теперь раз в два года, в следующем году поедем. Мы ездим и с коллективами, дорожными коллективами, потому что на каждом отделении есть… Дорожными железнодорожными. Железнодорожными, да, 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 железнодорожными. На каждом отделении есть свой театр. И вот мы знаем друг друга, да, это, конечно, мало, хотелось бы, наверное, общаться с другими еще коллективами, но благо существует еще славянский базар, мы ежегодно туда ездим, там, конечно, масса театров приезжает, и профессиональных, и любительских, и мы тоже общаемся. А может ли, вот, например, Александр с «Легионом» попасть вот в эту тусовку железнодорожную и нужно ли? Боюсь, что в железнодорожную не попадем, в виде гостей, если только. Но мы очень хорошо знакомы с коллективом Брестского ДКЖ, мы встретились на фестивале «Свет рампы» в Могилеве, под впечатлением остались от их спектакля, вообще от их коллектива, актеров, руководителя. Вот, и мы ездили в Брест, они приглашали нас на такую творческую встречу, на совместные такие театральные посиделки. Мы привезли спектакль, конечно же, нам собрали полный зал, то есть прошло все очень плодотворно, успешно, мы обменялись опытом, мы поговорили, мы посмотрели, как люди работают, как репетируют. Мы посмотрели Брест, Брестскую крепость, то есть это была одна из самых таких удивительных и, на мой взгляд, правильных для... Плодотворных встреч. Да, и правильных для роста творческого поездок. Очень здорово. Вы знаете, возможно, для вас будет сюрпризом, но прямо сейчас с нами на связи Владимир Сусько, руководитель Народного театра Дома культуры железнодорожников, город Брест. Владимир Павлович, добрый вечер. Да, да. Добрый вечер. Мы рады слышать вас. Вот у нас сегодня в гостях Елена, Елена Фролова и Александр Маськов. Сегодня мы говорим о театрах для души, о любительских театральных коллективах. Скажите, вот насколько это важно для любительских театров обмениваться опытом? Ведь нет обменных гастролей не у профессионалов. Вот скажите. Ну, еще раз добрый вечер, Елены и Александр. Добрый вечер. Рад приветствовать вас из Бреста. Что касается гастрольных поездок и вообще творческих встреч, то тема для нас, Брещан и для нашего коллектива, очень важная. Все гастрольные поездки, наверное, вот наш коллектив компенсирует творческими встречами с другими коллективами нашей страны и за рубежом. Ну, в своей практике у меня таких встреч случалось очень много. И первое, это 80-е годы, это Оршанский народный театр Дома культуры железнодорожников. Вот это первая встреча, которая надолго связала наши коллективы. Затем были народные театры Витебска, Нарвы, Ленинграда, Люблина, Пинска. Ну, и других сейчас даже, боюсь, не вспомню. Все эти встречи очень важны. Ну, я думаю, вот крайняя наша встреча с Мозорским народным театром «Легион», она самая яркая, она самая последняя и близкая для нас. Поэтому Саша, может быть, там немножко и расскажет, как мы дружим. Он рассказал, да. Рассказал уже. Да, Владимир Павлович, не потому ли вы так хорошо понимаете важность обмена опытом? Потому что в Бресте вы организовали, ну, вы ли, или там сообщество театральное, организуете вот эти фестивали «Театральная весна» и «Театральная осень», да? Да, это театральный фестиваль любительских театров «Белорусской железной дороги». Он системно проходит раз в два года. Он проходил в Ворше одно время, а вот последние 10 лет он проходит у нас в Бресте. И вот раз в два года к нам приезжают любительские коллективы. А народных театров на «Белорусской железной дороге», кстати, сохранилось достаточно. Вот мы собираемся и проводим такой фестиваль. Я поняла. Владимир Павлович, мы тут решили, что вам нужно этот фестиваль расширять. И приглашать уже не только любительские театральные коллективы «Железной дороги», а, и вот, например, Мозырьское МПЗ и, возможно, другие коллективы там, ну, пусть не школьные, не студенческие, но, как минимум, коллективы, где играют взрослые люди, коллективы предприятий. Пожалуйста. Леночка, дело в том, что вряд ли получится. Во-первых, ведомственность, она присутствует всегда, понимаете? Понятно. И нам говорят, что нам важно, чтобы наши театры приезжали и участвовали. Он проходит всего два дня. Плотный график. Я поняла. Пиктакля три-четыре, а то и пять в день. И поэтому, ну, сложновато будет. Я поняла, Владимир Павлович, но это наши мечты. Я бы с удовольствием приглашал бы и расширял бы наш фестиваль. Понятно. Владимир Павлович, это наши мечты. И еще один момент. Я хотела бы удивить по моей просьбе наших телезрителей. Скажите, сколько лет вы руководите любительским творческим объединением, коллективом театральным? Леночка, руковожу я коллективом 47 лет. С 1973 года. Знаете? В них 27 лет, занимая должность начальника отдела культуры Брестского городсполкома, я продолжал руководить коллективом. И так что бессменно 47 лет я со своим театром. Браво! Владимир Павлович, вы слышали аплодисменты в ваш адрес? Слышу, слышу. Слышали. Отлично. Владимир Павлович, доброго здоровья и как минимум много-много новых творческих задумок и их реализации. Пусть все будет хорошо. Всего доброго. Леночка, спасибо большое. Ребята, всем привет огромный. Ждем в Бресте. Надеюсь, он состоится по плану в следующем году. Спасибо. А нам 60 лет будет в следующем году. Так что юбилей нашего коллектива. Благодарим. Счастливо. С нами на связи был Владимир Сусько, руководитель Народного театра Дома культуры железнодорожников. Город Брест. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о театрах для души. Как они вписываются в культурную палитру региона. Каким образом обмениваются опытом. Какие радости и трудности испытывают. И сегодня у нас в гостях Александр Маськов. Он представляет Народный любительский коллектив молодежного театра «Легион». Город Мозырь. Визитка. Народный любительский коллектив «Молодежный театр «Легион». Год оставания – 2001. Первая премьера состоялась в начале 2002 года. Актеры театра – креативные и талантливые молодые люди в возрасте 25-40 лет. Репертуар театра – в основном авторские пьесы, искрометные комедии для взрослых, философские драмы, яркие музыкальные детские сказки, принадлежащие перу художественного руководителя коллектива Александра Маськова, а также спектакли по пьесам других авторов. Театр «Легион» – обладатель многочисленных наград, дипломов, званий региональных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов любительских театров. У нас в гостях и Елена Фролова. Она руководит Народным театром студии «Классик» Дворца культуры железнодорожников имени Владимировича Ленина. Народный театр «Студия Классик» начал работу 6 лет тому назад на базе Народного театра музыкальных ассоциаций. В театре занимаются люди разных профессий и возраста от 16 до 60, но непременно талантливые. Источником формирования репертуара коллектива являются периодические издания, сборники пьес и сценариев. В концертные программы и спектакли театра студии включаются инсценировки и пантомимы, клоунадо, поэтические произведения, постановки по классическим произведениям. Участники коллектива являются победителями многочисленных районных, городских, областных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов. Коллектив ведет активную театральную деятельность. Елена Александровна, вот предлагаю поговорить о преимуществах любительских театров. В чем они? Это возможность актеров попробовать себя в разных ролях. Это возможность расширить свой круг общения. Это свобода в выборе репертуара и, собственно, свобода в творческом мышлении. Это свобода в выборе репертуара и еще, знаете, как у пиратов, переговоры. То есть репертуар обсуждается. Если, я думаю, в профессиональном театре с актерами никто репертуар не обсуждает, то в любительском, ну, по крайней мере, в моем коллективе происходит следующим образом. Мы садимся и обсуждаем. Ребята, есть вот такая, такая, такая пьеса. Давайте посмотрим, что нам больше подойдет. Как вы думаете? То есть есть момент обсуждения. И это нравится людям, потому что с ними считаются. Да, и опять-таки со стороны актеров есть момент обсуждения. Они говорят, я не чувствую себя в этой роли. Можно я попробую там седьмого черта в левом ряду? Мне как бы это ближе или у меня сейчас нет возможности выучить такой большой текст, а я боюсь вас подвести. А можно я что-нибудь там поменять? То есть обсуждение. Александр, что добавите вы? Основное преимущество два. Да, это выбор репертуара, конечно. Но у нас в коллективе такой демократии, какой у Елены нет. У нас репертуар выбирает тот, кто ставит спектакль. Но здесь нужно хорошо знать, на кого. Я как пишущий автор, когда я пишу пьесу, я понимаю, на кого я ее пишу. То есть вы пишете и уже знаете, кто исполнит эту роль? Конечно, я знаю, кто исполнит эту роль. То есть это большое благо, когда на фестивале жюри узнало, что у коллектива есть свой автор. Сказали, вам невероятно, ребят, повезло, что у вас есть свой автор. Вы просто не представляете какое-то благо для коллектива, для любого, для любительского в первую очередь. Ну и я пишу, я знаю, кто играет. Режиссер ставит, знает, кто играет. Все спокойно. Если люди, творческие актеры, я имею в виду, начнут рекомендовать, указывать, что играть, ну, может быть, маленький беспорядок. И еще, смотрите, в коллективе любительском много людей, да, ну, не пять, не шесть, у меня, например, больше двадцати, а пьеса иногда написана там на шесть, на семь человек. Приходится дописывать. Я тоже дописываю все, что придумываю роли, дописываю. Однажды так писала, что придумала, очень просил у меня там мужчина, ну, напиши для меня, ну, хоть маленькую какую-нибудь, что-нибудь, вот сказка «Летучий корабль», придумаю ему лесовичка, придумываю текст, потом играю его сама, потому что его... Испугала роль, возможно, нет? Нет, он уехал в командировку, и все. Я говорю, ну, не было ее проблем, не было, написала, играй сама теперь, бери, вот все. Это уже обратная сторона любительских коллективов, когда актер в любой момент может сказать, вы знаете, а у меня болит нога сегодня, я поехал в командировку. Да, и вот и спорицы. Лена, я приведу пример, выдержку из газеты «Гомельские ведомости» от 16 сентября 2016 года. Не сразу можно прийти в себя, когда перед тобой оживают неподвижные скульптуры. Дворничих из проспекта Ленина взмахивает метлой, княгиня Паскевич с улицы Ирининской расправляет плечи, а мужчина с железнодорожного вокзала соскакивает со своего чемодана. Это не кадры из остросюжетного фильма, это реальность, которую воплотили в жизнь актеры народной студии театра «Классик», играя ожившие скульптуры. Кому, когда и почему пришла идея освоить этот жанр уличной пантомимы силами театра студии? Это очень интересная история. Перед очередным днем железнодорожника, как всегда, руководство вызывает коллективы, Иван Иванович Коваленко садится, смотрит на меня и говорит, ну, чем удивлять будем? Пора чем-то уже удивлять. Я вот тут видел в Европе, возле железной дороги стоит какой-то бронзовый мужчина, а потом как зазвонит в колокол, и все как разбегутся. Я говорю, скульптуры живые. И он говорит, не знаю, как это называется. Я говорю, ну, давайте сделаем живые скульптуры. Он говорит, правда? То есть подача Ивана Ивановича вот так родилась. Да, Иван Иванович. Я говорю, ну, правда. А ты, говорит, знаешь как? Я говорю, ну, конечно. Я все знаю, прихожу домой к мужу, а он у меня художник. Говорю, Юра, тут такое дело. Мы с тобой через две недели должны оживить шесть скульптур. Не только их оживить, но и костюмы пошить, придумать, как мы их гримировать будем. Он меня посмотрел, говорит, угу, опять. Что на следующий раз ты придумаешь? Ну, и, в общем, как бы он привык к тому, что я, идеи какие-то. И давай мы это оживлять. И вот первые у нас были скульптуры. Рабочая колхозница. Человек на чемодан, чемоданное настроение. Мы, кстати, по сегодняшний день сыграли эту скульптуру. Александр Герасимович теперь работает актрисой в драматическом нашем театре. Да, вот, сыграла таким образом, что когда люди пришли на день железнодорожника, все это в фойе стояло, народ посмотрел и говорит, ну, с ума сошли. С улицы приволокли. Зачем? И тут у Саши поднимаются глаза. И все, а-а-а, они что, живые? Ну, то есть вот такая реакция. И мы поняли, что людям это нравится. А потом возникла мысль, а зачем мы это делаем? То есть сидели как-то, а зачем мы это делаем? И когда я увидела оторванную руку у шарманщика возле кинотеатра «Мир», я поняла, зачем мы это делаем. Сказать людям, что посмотрите, задумайтесь, не портите их. Возле них столько жизни прошло. Встречаются люди, потом приходят дети, загадывают желания, они их исполняют, главное в это поверить. И мы понесли эту мысль в народ, мы поехали с этим на славянский базар. И люди нам поверили, потому что они подходили и начинали дворничку за метлу тереть. То есть живая скульптура, они отрут и говорят, чище в доме будет. Ну, вот они поверили в такие какие-то вещи. И нам это нравится, и главное, людям приятно. И мы пытаемся сказать, берегите свой город, берегите то, что у вас есть. Не мусорьте, пускай наши города будут чистыми. Прекрасные замыслы, прекрасные действия, прекрасные цели. Александр, а как экспериментирует Легион? Только ли в постановках? В силу того, что мы работаем во Дворце культуры нефтеперерабатывающего завода, только в постановках нам не судьба экспериментировать. Мы же принимаем участие и в мероприятиях Дворца культуры общезаводских. То есть это и День нефтяника, коротко называем, да? В Дне города нас приглашают. И там уже эксперименты нам ставят задачу. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы это было классно. У нас народ способный. Поет, танцует, идеями богат. Вот, поэтому, в принципе, живыми скульптурами не были. Сразу скажу, похвастаться не могу. Ну, номеров в нашем послужном списке, да, не театральных, различных номеров много. Ребята работают и ведущими, и как ростовыми куклами. Аниматорами, клоунами, да. Ну, грубо говоря, то есть разнопланово достаточно. И это, наверное, на пользу, верно? В общем, да. Если не в ущерб подготовке премьеры, то всегда да. Вот, а вообще главные, конечно, эксперименты – это постоянные новинки, постоянные какие-то новые ходы именно на спектаклях, на самих спектаклях. Вот, там основной креатив, конечно же, уходит туда. Работа для детей – это дело очень нелегкое, происходящее на сцене, должно постоянно держать внимание юного зрителя. и это совсем непросто. И тем не менее, и «Легион», и «Классик» работают над постановками для детей. Почему? Ну, как без этого? Это же не заказ. Это очевидные вещи. Ведь если мы их не научим любить театр, кто же искусство любит? Кто же их научит? Если мы сейчас не привьем им вот эту любовь к театру, к искусству, к литературе, то они так и выйдут в мир незнающими, да? Незнайками, как я называю их. Поэтому мы не то, что должны, мы обязаны сделать так, чтобы дети ходили на спектакли, и родителей своих приводили. Потому что детские спектакли, они не только для детей. Ведь раньше учились на сказках, правильно? Да. Вот, сказка. То есть это вот тот самый шаг, первый шаг в элитное искусство. Очевидно, что да. Я вам скажу, что могу, наверное, только предположить, но, может, я близок к истине, один из самых посещаемых детьми любительских коллективов, наверное, мой. У нас на предприятии достаточно много молодых сотрудников, работников. Естественно, их детям на новогоднюю сказку выдается билет, квиток на подарок, да, утренник и сказка. И театральная постановка. И мне, я просто обязан, хочешь не хочешь, у меня обязательно премьера детского спектакля одна в год есть точно. То есть это новогодний спектакль. И у нас их вот в последнее время, у нас идет 10-11 спектаклей, мы играем. Вот, причем зал практически, ну, у нас большой зал, портер 600 мест. Портер почти всегда полный. То есть не только заводчане идут. С города люди приезжают, покупают билеты, потому что наши сказки яркие, наши сказки интересные. Я уже давно понял, как нужно их писать. Вот, и они у меня идут так, что дети не отрываясь с открытыми ртами смотрят. И никто не шумит. Они смотрят мои сказки. Мало того, они же там участвуют, насколько я понимаю. Конечно, конечно. Это участие из зала. Нет, нет, дети у нас на спектакле. У нас есть отдельно утренники. Нет, это участие из зала. Это же они кричат. Они кричат. Не ходи, зайцы, там леса. Здесь, здесь да. Не попишешь ничего, переживают. Но если нужно смотреть и переживать за главного героя, если он попадает в сложную ситуацию, там будет мертвая тишина. Это гарантировано. Вы знаете, говорят, что если любительский театр имеет деньги, площадку, костюмы, ну, собственно, и зрителя, то ему не о чем беспокоиться. Ну, как я понимаю, и классик, и легион имеет площадку, имеет костюмы, имеет своего зрителя, мы в этом убедились, ну, и, наверное, деньги. Ну, не совсем же без этого, правда? То вы полностью счастливы? Есть проблемы вообще какие-то? Проблемы есть, я думаю, у всех. Грустно взглянула Елена. У всех. А у всех, вернее, да. Первая проблема – не хватает времени осуществить желаемое, потому что тебя вроде бы как просят поучаствовать в каком-то мероприятии. Это вот Александр говорил, да, это обязательно, но потом подготовить какого-нибудь мальчика к какому-нибудь конкурсу. А это все время, и надо успеть еще спектакль сделать какой-то взрослый основной. И детский. Время. Вот что ценное. Телевизионная студия тоже испытывает такую проблему. Почему-то у меня в программе всегда не хватает времени. Кстати, с нами на связи прямо сейчас Ольга Игнатенко. Она руководит творческим объединением, любительским театром, Графский театр в Чечерске. Вот мы ей зададим несколько вопросов. Ольга Ивановна, вы на связи с нами? Да, да, я вас слушаю. Ольга Ивановна, вот мы здесь о любительских театрах речь ведем. Насколько радостно и приятно вам, актерам и зрителям, когда процесс подготовки постановки, ну, доходит, собственно, уже до сцены? Ну, конечно, это для всех является определенным подарком и для зрителей, и особенно для нас. Даже, я считаю, для нас, артистов в большей степени. Потому что, ну, вы уже, я повторяю, что это все любительские, любительские объединения, любительские актеры, получается, непрофессионалы. Непрофессионалы. Они приходят с разных у нас коллективов, с разными профессиями, с разными увлечениями, но одаренные, мы отбираем одаренных. Я понимаю, Ольга Ивановна, то есть это вот как раз тот восторг, восторг, что мы это сделали. И сделали качественно, правильно? Хорошо. А с какими сложностями приходится сталкиваться вот вашему творческому объединению, небольшому, любительскому, Графский театр в Чечерске? Сложности в чем? Вы правильно сказали, он небольшой, но и ему тоже приходится сталкиваться, и как не ожидала я, со многими препятствиями, и со сложностями, и, так скажем, вопросами, которые иногда даже и нельзя разрешить. Ну, например, такие, что мы начинаем пьесу репетировать, все уже на таком подъеме, на таком уже не завершающем хотя бы этапе, а шагами идем уже вперед. И тут получается так, что нашим актерам надо уезжать куда-то, меняют место жительства. Это жизнь, это я понимаю, это все так происходит, понятно, что может быть так. Но это так нас отбрасывает назад, вы понимаете. Это надо на нулевые позиции отбрасываться. Ну, вот это самое главное для меня, такая болезненная, прощаться с каждым из членов нашего объединения, для меня очень болезненно. Очень болезненно. Я к ним так прирастаю, так привыкаю, так вливаюсь в них, так скажем, вот, это мое детище, это моя, так скажем, работа. Но понять надо и их. Это вот такое самое, я бы сказала, сложное. Ну, второе, пандемию я уже и не буду рассказывать. Да, с этим столкнулись все, да, Ольга Ивановна. Да, приостановилась работа, приостановились наши, так скажем, встречи. Ну, обновятся. Я считаю, что это не вечно. Ольга Ивановна, ну, все-таки премьеру вы планируете? Обязательно, обязательно, при любом раскладе. Пусть нас отбросят, еще отбросились мы немножко вперед-назад. Но мы будем искать новых актеров, мы их найдем. Я уже знаю даже, как искать и быстро искать. Вот, нас знают, к нам приходят, а посмотрите, а послушайте меня. Так что я надеюсь, что я это быстро сделаю. Но время, конечно, немножко отдалится. Но премьера будет. И вот когда она будет, вот обязательно всех вас с доброго вечера нашего Гомельского я приглашу. Ой, благодарю, Ольга Ивановна. Успехов вам. Пусть все случится в кратчайшие сроки и очень качественно. Доброго здоровья вам. Дорогие друзья, дорогие телезрители, с нами на связи была Ольга Игнатенко, режиссер Графского театра в Чечерске. Елена, Александр, буквально минутка у нас о ваших премьерах. И приглашайте зрителей в театр. Пожалуйста, Александр. Ближайшая премьера – это будет детская новогодняя сказка. Это будет «Щелукончик». Так, интересно. Да. То, что будет по весне, хотелось бы сохранить никакую интригу. К сожалению, не состоялась премьера в связи с пандемией у нас по весне. Но сейчас будет новый спектакль готовиться. Я бы все-таки хотел пока не говорить, что это будет. Потому что мысли эти есть, но они не в стадии полного завершения. Возможно, будет замена. Поэтому я не хотел бы сотрясать воздух пустыми словами. Пока «Щелкунчик», милости просим. В Мозырь. В Мозырь. ДК МПЗ, конечно. Благодарю. Елена. Ближайшие спектакли, которые состоятся в Дворце культуры и железнодорожников нашего театра «Классик» – это «Летучий корабль», музыкальная сказка для детей и взрослых в стихах «Хоть вы верьте, аль не верьте, только жил на белом свете добрый, славный царь горох». И так далее. Это для детей и взрослых. Это где-то состоится в октябре. Что касается дальнейшего, в ноябре спектакль «Три жизни Асидоры Дункан» – это моноспектакль с элементами хореографии. И к Новому году ближе планируется, мы начали работу над произведениями Гоголя, замахнулись, так сказать, музыкальный спектакль «Сорочинская ярмарка» с привлечением всех коллективов хоровых Дворца культуры и железнодорожников, плюс «Ночь перед Рождеством», то есть такая трилогия будет, и «Вий». То есть, ну вот, то, что ждет в ближайшее время. Богатая фиша. Александр, ближайший спектакль? Ближайший через неделю, вторник. Мастеры? Нет, моя авторская детская сказка. Мы пока работаем только в режиме «Тюз». Вот, поменялся состав немножко за лето, поэтому пока не можем играть взрослых спектаклей. История шоколадного дерева 29 сентября. В октябре еще одна моя авторская сказка «Лесная легенда», и уже потом принимаемся за премьеру. Пока три детских спектакля. Мазыря нам повезло, но я думаю, жители области тоже могут посетить прекрасный город и поприсутствовать на этих спектаклях. Буквально по несколько слов пожелания вашей творческой группе и всем зрителям Гомельской области. Пожалуйста. Я хотела бы пожелать всем жителям Гомельской области, и не только жителям Гомельской области, наверное, всем взрывомыслящим людям здоровья в первую очередь, потому что будь здоровы наши зрители, будем здоровы мы, и мы сможем играть премьеры, потому что кто главный в театре? Режиссер? Актер? Нет. Зритель. Дай Бог здоровья нашим зрителям. И пускай приходят, да, пускай приходят. Благодарю. Александр? Я бы пожелал зрителям всей Гомельской области здравого смысла, и пусть самым страшным несчастьем в их жизни будет смерть Анны Карениной. Все. Благодарю, Елена Александровна. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, заглянули к нам в студию. Всем телезрителям доброго здоровья и только положительных эмоций. Чаще ходите в театры. Всего вам самого доброго. Это была программа «Добрый вечер, Гомель». Я ведущая Елена Троценко. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!